всем привет дамы и господа граждане и товарищи спасибо что зашли на огонек хочу просто сделать небольшой такой сочный показ потому что случай был неординарный поэтому пропустить такое не могу мог бы не показывать чтобы это не было расценено как какое-то хвостовство не подумайте плохого нет просто такая редкая возможность просто вот вопрос ко всему классу дети а часто ли вы встречаете в дикой природе изделия из розового фарфора то есть точнее порцелан вот и вот часто ли это у вас происходит допустим у нас в нашем классе это происходит не часто тем более хочется сказать о том что была встречена вот такая прекрасная комплектация этого сервиза из розового фарфора не знаю может быть даже впервые именно вот такая вот именно такая вот структура вот такая модель и 12 персон понимаете это все-таки что-то значит абсолютно без потери абсолютно идеальное состояние антикварный худший на ройтер господа ну то есть ну что можно сказать комплектация великолепная то есть для начала скажу что здесь есть заварник это вообще большая честь большая радость иметь вот заварник из розового фарфора кто зашел недавно кто зашел давно мы с вами уже говорили для тех кто недавно все-таки повторим один раз что это не это никакая не это не крытью это не собственно не никакая не краска розового это глина ребята это розовая глина скажу еще более страшную вещь что в германии и нет ну то есть вот в современной германии да вот так как граница между германии и чехии там именно в баварском плане в баварском этом треугольнике если посмотреть на историю то там они чуть ли не раз в год не раз два года устраивали там по ножовщину граница переходила люди переходили переселяли спрятались снова приходили общем такое вообще было мутное время но в современной германии розовый фарфор к сожалению отсутствует то есть в этих границах поэтому хучинройтер все-таки был замечен в этом наиболее тщательном процессе у него было официальное разрешение официальный патент со всеми бумажками со всеми вот печатями на производство вот шикарных таких вот изделий из розовой подчеркну глины и хучинройтер уже вот ну в последние так сказать современные годы ну так сказать десятилетия довольно таки несколько десятилетий вынужден был закупать эту великолепную глину у чехии потому что все таки хучинройтер господа это очень крутейшая фирма это уровень не мне вам говорить вот и имели они страсть вот могли бы сделать собственно я и своей глины которая встречается сейчас конечно же на границе с чехией это масса городов то есть не буду вам снова перечислять эти в шинройт из эльп и так далее и так далее марк требуется и все остальное вот не буду перечислять вы уже сами знаете эти города эти прекрасные залежи глины при прекрасной нежной такую вы знаете то что нужно шлекер делается из этой глины это вещество при которой используют при вот так сказать детализации последующей готового изделия то есть вот эта ручка была прикреплена с помощью шлекера специальный раствор специальный клей кстати до сих пор это все хранится в тайне никогда никакая мануфактура не фюрстенберг не кайзер никогда никто никогда вот не говори никогда вот они вот сказали никогда значит никогда вот и вот сама рецептура этого шлекера этого вещества так сказать клеистого да она никому еще не было в открытую сказано но так знаете как справа как ты борщ варишь там вот так сам томатик картошечка капуста в общем а у каждого человека вернее у каждой хорошей хозяйки свой борщ господа и свой рецепт свой вкус то есть двух одинаковых борщей как мы знаем не существует в природе поэтому вот такое вот сравнение вот я вам говорю говорю и все вот показываю показы то есть господа розовая глина 12 персон поэтому вот я вас собрал и и показываю да потому что в следующий раз не знаю когда выпадет такая счастливая минута показать вам следующий раз сервис на 12 персон сами знаете вот в дикой природе к примеру на конь барахолки даже той же германии часто ли мы можем встретить вот такое вот допустим три вот практически практически нет иногда появляются вещи производства чехии из розового так сказать фарфора мы в общем то покупаем если видим но это очень редко и все реже и реже и практически вообще уже вообще уже нет вот с того лета как бы не знаю может быть это лето как-то еще лето лето вот придет и нам что-то покажет но вот пока что да вот такой сервис достался ребята стоял он долго в семье никто его не использовал в общем все здесь красиво все здесь сохранено в лучшем виде никто ничего с ним не делал 12 персон то есть 13 3 а большое богатство заключается в том что есть заварник шикарный пузатый жирный рельефный посмотрите как какая прекрасная декорация да какой стиль я вам хочу сказать да иногда такие вот вещи их еще расписывают контурят как это говорят у нас в деревне но здесь никого никто не за контурил не за контурил то есть я извиняюсь здесь просто на ничего не нужно добавлять вот все просто вот смотрите вот молочник вот сахарница бутон и все ничего не нужно больше дальше контрить и контурить то есть сервис антикварный господа очень старинный очень долго лежал там стоял запакованный упакованный но качество его великолепно значит советую вам если кто-то хочет насладиться качеством фарфора могу сказать что есть очень хороший метод для этого не просто взять в руки и так сказать под пощупать там понюхать а помыть эту чашку представляете как нестандартно да но мойте осторожно и вот когда вы будете мыть нежно без применения каких-то щелочных сред там таких кислотных то собственно ли тогда вы ощутите насколько это тонко насколько это прозрачно насколько это скорлупа просто поразит вас вот такой у меня к вам был разговор относительно 12 канального великолепного сервиза хочу добавить огромное блюдо просто не было возможности его оголить и поэтому шеллография на нем лежит здесь неспроста и великолепный шикарный солидный гладкий глазурированный рулетник вот это вот усиливает эффект комплектности великолепная комплектность высшая категория сохранности хочу повторить есть такой термин у очень умных людей да я стараюсь за ними как-то успевать то есть вот высшая категория сохранности можем спокойненько применить это к данному сервизу и не ошибемся вот такая вот высшая категория сохранности вот что хочется добавить вместе с этим сервизом нами естественно практически в одно время была приобретена стариннейшая антикварнейшая итальянская шелкография то есть практически 3d вот великолепные шелкографические вот такие сюжеты и этюды посмотрите ну просто мило и еще раз мило великолепные вещи господа италия не знаю но очень старинные опять же по свидетельству свидетелей это потомки так сказать потомки а у снах вас как говорят у нас деревне то есть это наследство ребята вот эти девочка собачка очень позитивно но самое-самое что не есть позитивные сюжеты вот ну и в огромное количество таких настенных шелкографических этюдов великолепнейшая тончайшая работа это шелк все замечательная сохранность цепочки все 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 здесь есть не зря они здесь господа ничего случайно мы не делаем ничего мы не делаем знаете вот так просто вот раз и все и без всяких там каких-то мыслей все с мыслями все осознанно за все мы отвечаем кстати между прочим никаких на авось все у нас господа для того чтобы достоверность просто перехлёстывала великолепные вещи кстати и очень приятно на них смотреть вот так вот увеличивая посмотрите им очень много лет не буду говорить сколько я же и собственно ими не владел это если бы я владел то я бы и сказал но так как я их приобрел то по свидетельству свидетелей очень они старинные и радует то что абсолютно разные сюжеты посмотрите не просто шаблонная штамповочка на каждой вот такой вот подвесочки имеется свой собственный сюжет который от времени не потерял своего шарма и излучает тепло позитив ну а все что тут все что должны излучать цветы посмотрите какая прелесть качество конечно потрясная шелк сзади подкладочка все как положено все как как доктор прописал посмотрите софьянчик там все 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 это было очень популярно раньше иметь такие вещи а сейчас еще более стала популярным так что вот такой чудесный не побоюсь этого слова сервис из розовой глины производства конечно германии господа вот на этой ноте всем как обычно мира спасибо за то что поддерживаете нас пишите комментарии приходите в гости огромное вам за это спасибо вам это ничего не стоит нам это приятно поэтому здоровье и мира приходите пока еще есть красоты в наших пороховых отсеках которые вы потихонечку увидите придет время поэтому до свидания и до новых встреч до новых встреч